Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Генеральный секретарь партии Прогрессивной ЛВ, мой коллега, журналист Мирослав Кодис. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот, может быть, начнем с такой новости, которая сегодня пришла от наших коллег-клатвия Савиза. Интервью, которое дал лидер Прогрессивных Мартин Шкосович. И он, в принципе, так вот не исключил, что сейчас прогрессивные будут думать, не стоит ли им отказаться от первоначального плана или от первоначальной договоренности и идти единым списком, таким объединением на внеочередные выборы Рижскую Думу вместе с АТС-Тибайпар, ну, то есть для развития ЗАА. Ну, и одна из таких главных причин это вот этот скандал вокруг главы бюджетной комиссии Сейма Мартин Чебондарса. Я так понимаю, что даже там раскол произошел на этой почве и в самом объединении для развития ЗАА. Вот это движение ЗА во главе с Павлюцем как раз выступало за то, чтобы Бондарс ушел в отставку с поста главы комиссии после известного решения суда. Ну, я так понимаю, что у Погрессивных такая же позиция, но, однако, пока он сидит на своем кресле и никуда уходить не собирается. Вот, может быть, чуть-чуть поясните. Да, действительно, мы выступали за отставку Бондарса, на самом деле, уже давно, еще в конце прошлого года, в ноябре, в октябре, мы пикетировали даже у парламента, когда рассматривали бюджет этого года, и мы считали, что Бондарс уже тогда не был на своем месте, должен был уходить. И сейчас, когда уже последняя инстанция суда сказала, что правления бывшего Крайбанка должны отплатить 15 миллионов, то есть это только еще одна причина, почему Бондарс должен уйти. И мы настаиваем на этом, мы до сих пор уверены, неважно, что многие говорят, что это административный суд, это не криминальный, это еще что-то. Человек, бюджетная комиссия Сэйма, в принципе, глава бюджетной комиссии Сэйма, один из главных людей в стране, который отмечает за бюджет нашей с вами страной. И человек когда-то, благодаря, в кавычках, кому, как бы, Крайбанка дошел до банкроток, как одна из причин. Поэтому мы считаем, что не может такой человек отвечать нашей стране за бюджет, и мы настаиваем на этом, и мы также просили наших партнеров. Но, понимаете, здесь нужно разделять Рижскую Думу и парламент вместе с объединением Атысты Байпар развития УЗА, мы идем в Рижской Думе, и мы не объединяемся с ними, мы только в одном списке. То есть, вот на одной бюллетене будут наши имена, наши и их имена. То есть, фактически ни о каком слиянии Рижской не идет? Нет, это не слияние юридическое никакое, мы только вместе будем сотрудничать. Поэтому, в принципе, огромного влияния мы не можем оказать на то, что происходит в парламенте, потому что в парламенте мы их все равно и будем критиковать. Поэтому наша позиция остается такой, что касается господина Косовича, что высказался сегодня, что мы еще думаем, не выходить ли из этого общего списка. Но это обычный демократический процесс. То есть, внутри нашей партии, конечно, есть какие-то дискуссии, что, ну вот, все-таки некрасиво, если мы как бы настаиваем на отставке Бондарса, партнеры нас не слышат. Ну вот, будем еще это обсуждать. Это просто, я говорю, демократический процесс. Ну, мы разделяем Рижскую Думу. И в Рижской Думе мы идем под руководством Мартын Шестатеса, депутата Сейма, который будет нашим мэром в будущем. Поэтому следующим. Пока не мере такого аж прогноза. Ну да, мы надеемся, что это лучший вариант. А вообще, насколько вот на вас взгляд, как рижанина в том числе, востребованы вот эти идеи, не знаю, либерализма или социал-демократии, потому что, ну, мы же знаем, что, хотя говорят, что Рижская Дума – это тоже такой политический орган, да? Но, тем не менее, решает он главным образом такие хозяйственные вопросы. И насколько вот эти ценности актуальны вообще на муниципальных выборах, в частности и вообще, вот как вам кажется, в обществе нашем? Ну, во-первых, очень в нашем обществе требуется, и, наверное, избиратели требуют объединяться, а не разъединяться. Поэтому такие объединения, как наше, оно будет востребовано, чтобы было все-таки не, когда избиратели приходят на участок, там не 25 или 30 бюллетеней, а все-таки несколько этих бюллетеней, из которых можно выбрать. Что касается социальных и таких вот направлений, то как бы Рижская Дума, возможно, это и политический орган, ну, это и политический орган, но это и социальный орган. То есть, я думаю, что те бабушки, те пенсионеры, которые сейчас не могут ехать по скидке в общественном транспорте, они это понимают, что это не только политика, но это еще и социальная помощь. Те люди, у которых сейчас набралось, около мусорных контейнеров набралось много мусора из-за того, что они с кем-то где-то не заключили договор или не с теми, с кем надо заключили, то они тоже понимают, что здесь от Рижской Думы много что зависит, что Рижская Дума – это все же в первую очередь все-таки хозяин города, и он должен следить за хозяйством в своем городе. Поэтому такие ценности, я думаю, что это должны выходить все-таки в Риге на первую строчку, именно социальные вот эти все. То есть, должны быть хозяева в Риге в первую очередь, то, что цель Рижской Думы и вообще. Могут ли быть в следующей Рижской Думе вот такие модные, сейчас уже они и в парламенте присутствуют, эти красные линии, потому что мы знаем, что и коалиция в самом правительстве, она такая неоднородная, там есть те же ваши партнеры будущие на выборах в Рижскую Думу, от Истеба Парну, там есть и ТБ Вису Матвей, но у которых идеология, так мягко говоря, несколько отличается. Да, знаете, ну, мое личное мнение, мне не очень нравятся красные линии как таковые, потому что любой политик, у любого политика ответственность перед избирателем, и когда я иду в Рижскую Думу, или кто-то в другой идет в Рижскую Думу, или в парламент, он в первую очередь должен думать о том, как будет хорошо избирателю, что для избирателя хорошо, а не для своего какого-то, а не для себя, что будет хорошо. Поэтому, например, я вижу, что в каждой партии можно найти что-то положительное, да, то есть поэтому, наверное, надо в первую очередь смотреть из того, что предлагают партии, что они могут для Рижан сделать и так далее, и тогда уже от этого отталкиваться. То есть не ставить перед какой-то конкретной партией красную линию, просто потому что мне не нравится цвет глаз депутата, или мне не нравится, на каком языке он говорит. Если этот депутат действительно может для Рижан сделать что-то хорошее, то мы должны сотрудничать. Да. Вот по поводу приоритетов, ну, принято считать, по крайней мере, опытные политики, которые держат так нос Поветру, уже сразу понимают, что те предвыборные задумки, которые были до пандемии, сейчас уже могут стать неактуальны. Нет, это не значит, что им нужно ремонтировать и в кризис, там, не знаю, мосты и дороги, может быть, наоборот. Но вот какие-то такие вещи, которые до этого коронавируса не казались самыми актуальными сейчас, когда многие люди в том сережане потеряли работу или, так сказать, получают какое-то там пособие и не знают, как дальше будет. Вот, может быть, какие-то акценты, приоритеты надо будет менять, как вам кажется? Безусловно. Если вы помните, выборы должны были пройти, ну, в начале февраля, я бы говорила, потом в апреле. Да, 25 апреля. А мае там суд что-то не успел. Да, мае, июнь, каждый месяц называли. Да, сейчас закончились на августе, остановились. Да, безусловно, что та предвыборная кампания, с которой конкретно и мы, и другие партии шли на 25 апреля, она поменяется сейчас, когда мы будем идти на 29 августа. Потому что много что поменялось и в стране, и в мире. И, безусловно, сейчас на первую планку, на первую строчку выходит это то, что, да, то, что люди потеряли работу, то, что людям нужна помощь. То есть, где Рига, насколько может помочь, она должна помогать. Понятно, что, наверное, все-таки в большом таком объеме это государство помогает и делает, и должно, да. Это и пособия какие-то большие, и какие-то скидки на налоги и так далее. Но и Рига тоже может что-то помочь. И поэтому я думаю, что и в предвыборной кампании, и не только. И когда потом уже, находясь в Рижской Думе, мы должны в первую очередь обратить внимание именно вот помощь с пособиями, опять же, общественный транспорт, может какие-то скидки. То есть, где что может помочь с жильем. У Риги есть очень большой такой, как сказать, что ли, инструмент. Это Рига Снамо Парвалнекс. Это десятки, если не больше сотен тысяч людей, которые сейчас живут Рига Снамо Парвалнекс. И это принадлежит Риге, вот этот Парвалнекс. То есть, вот это один из инструментов, где Рига может реально повлиять на социальное состояние людей. То есть, либо какие-то скидки помочь или так далее. То есть, Рига должна использовать любую возможность, чтобы помочь людям. Да, вот интересно, что упомянули Рига Снамо Парвалнекс. Но вот было это, я думаю, вы обратили внимание, на прошлой неделе, по-моему, были обнародованы результаты аудита. И тут аудиторы, что, в принципе, им не свойственно, они больше должны аудитом заниматься, они сделали такую в какой-то степени политическую рекомендацию, что надо вообще самоуправлению, имеется в Дурижеской Думы, из этого Рига Снамо Парвалнекс уходить. Из этого многие сделали выводы, что вообще готовится какая-то скрытая приватизация Думы управления. Вот какова позиция по агрессивных на сей счёт? Мы категорически против. Рига Снамо Парвалнекс 100% должен остаться у города обязательно, потому что, как я сказал, нельзя это пустить на самоутёк. И потом, как бы, ну, это тот орган, та возможность повлиять как-то на благосостояние людей. Там 165 тысяч, если я не ошибаюсь, сейчас клиентов у Рига Снамо Парвалнекс. Если это отдать, разделить, есть, как бы, у правых партий есть такие идеи, всё разделить, раздробить, отдать на приватизацию, то есть частные руки, тогда мы не сможем гарантировать, что город не сможет помогать, и мы не сможем гарантировать, что цены не пойдут вниз, что людям не станет ещё хуже в социальном сфере. То есть ни в коем случае это не должно. Рига должна этим заниматься. Да, вот ещё такой вопрос, который не могу не задать. Что касается вообще вот рижского самоуправления, вот ваша позиция, нужно ли, вот есть два мнения, одни считают, что нужно, наоборот, от каких-то льгот отказываться, что это за социализм такой, что там едут, ну, в кризис там изменилась ситуация, ну, в принципе, что там чуть ли не 70% населения едут там за бесплатно, и с большими скидками в общественном транспорте. Другие говорят, ну, видимо, выборы приближаются, что надо вообще сделать общественный транспорт бесплатный. Кто-то говорит для рижан, как сначала Таллин сделал, а другие говорят вообще для всех жителей Латвии. Вот человек приехал в столицу, он должен сесть там в автобус или в троллейбус бесплатно. Насчёт бесплатного транспорта, лично моё мнение такое ещё пока, я, наверное, не определился ещё в этом вопросе, потому что я бывал в Таллине, у меня есть друзья в Таллине, там разные мнения. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. Поэтому я не знаю, я не говорю категорически нет, но мне кажется, это стоит хотя бы рассмотреть этот вопрос и исследовать его, насколько это выгодно или невыгодно и для людей. Но что касается пособий, то, безусловно, это всё надо оставить. Сейчас на время кризиса по каким-то социальным, наверное, не социальным, даже каким-то, наверное, вопросам здравоохранения были именно эти скидки отменены, чтобы лишний раз всё-таки люди постарше не ехали в общественный транспорт, потому что это тоже угроза для их здоровья, для их жизни. Но эти все пособия, безусловно, нужно вернуть. И даже если 70% или 80% пассажиров Рига с Сатексом будут ехать по скидке, то, значит, город должен всё равно им это предоставить. Не каждый может себе купить машину или снять мотоцикл, мотороллер на прокат и так далее. Поэтому транспорт должен быть, и все эти скидки, которые есть, они должны быть. Я думаю, что следует даже пересмотреть, может, ещё какие-то добавить в какие-то категории. Если говорить о приоритетах, вот, агрессивных, это всё-таки какие-то социал-демократические такие инициативы, идеи? Да. У нас, как бы говорим, у нас два цвета в нашей партии. Красный и зелёный. То есть, не следует забывать, что у нас также мы считаем себя новой зелёной. Не считаем, мы являемся, в принципе, новой зелёной партией. Потому что... Есть ещё и старая зелёная партия. Старая зелёная партия, которая объединилась с крестьянами, да, которых исключили из Европейского союза зелёных партий. Да. Что тоже очень пикантно. Да, что очень пикантно, и что там, наверное, всё-таки из зелёного ничего не осталось особо в той партии. У нас очень большое, как бы большие, много сторонников именно вот этого, зелёной природы, среды. Поэтому это тоже будет наш приоритет в Риге. То есть, вызов расширения велосипедных дорожек, да? В какой-то степени, да? В какой-то степени, да. Но это нужно всё смотреть. То есть, не нужно идти фанатически. Потому что есть очень многие фанатические такие мнения, что надо там или всё, чуть ли не весь центр не перекрыть, только пешеходам оставить, или наоборот всё открыть. Надо смотреть. То есть, ну, надо к каждому вопросу подходить индивидуально. То есть, нельзя сказать, что нам нужно вот именно всё перекрыть там, да, для велосипедистов. Нужно смотреть, да. Конечно, я за то, чтобы было больше парков, я за то, чтобы было больше деревьев. Не так, наверное, популистически, как Юрош, который сказал, что там миллион деревьев, он сказал, да, по сайте. Да, видимо, кто-то будет считать. Да, да. Либо он сам будет считать. Не знаю, кто будет. То есть, Катя, мы два миллиона. Да, да, да. Мы два, да, кто больше, да. Как это, знаешь, это самое, да, как поле чудес, кто больше даст. Вот, да, поэтому, безусловно, больше деревьев. Да, я сам живу в Плявниках, тоже вижу, что у нас есть какие-то парки. Это всегда очень классно. Это всегда классно, особенно сейчас, когда люди сидят дома. Всегда очень хорошо выйти и пойти в какой-то парк, погулять подальше. А если этих парков нет, да. А если парков нет, да, ну, куда идти? Куда? Машинами дышать? Потому что действительно от машин очень много загрязнения в городе. Поэтому надо все это пересматривать. Конечно, я говорю, не с фанатизмом подходить. То есть, нужно смотреть интересы все-таки, чтобы было, ну, в первую очередь, конечно, это люди, это больше зеленого всего в городе. Если мы говорим вообще вот об этом кризисе, в котором мы еще продолжаем жить, пока не менее до 9 июня совершенно официальная, чрезвычайная ситуация действует. Вот я понимаю, что, знаете, говорят, что журналистика – это не профессия, а диагноз. То есть, я знаю, что это тоже большой журналистский опыт. Невозможно, наверное, абстрагироваться от этого прошлого и оцениваем все события, да, с точки зрения, вот как это вот public relation, да. Вот как правительство, на ваш взгляд, сработало, потому что, ну, понятно, что эпидемиологи, можно сказать, свое дело сделали. Правительство к ним прислушивало, что, в принципе, неплохо. Это же с точки зрения такой медицинской части. Но что касается экономики, тут у многих большие претензии и к правительству вроде бы и программы разные, и решения много принимает, и цифры озвучивает головокружительные, там, 1 миллиард, 2 миллиарда. Теперь мы бросим в общей сфере 4,5 миллиарда. Ну, народ уже, надо готовиться открыть кошельки, но ничего туда не падает. Вот, может быть, как-то ваше мнение, как это все можно оценить, действия правительства? Да, я это оцениваю со стороны журналистики. Я это еще оцениваю со стороны того, что у меня есть, у самого есть небольшая компания частная, и мы тоже столкнулись с тем, что мы занимаемся перевозками, то есть мы столкнулись с тем, что и границы закрыли, а полностью простой на 100%, потому что мы ездим в Литву, а вначале же границы вообще закрыли. То есть вообще никак нельзя было ездить, ни по Литве, нигде нельзя было ездить. Естественно, что я узнавал разные возможности, то, что государство говорило, что будет и пособие по простой, и налоги переносы и так далее. Казалось бы, кому, как нетранспортному предприятию. Кому, как нетранспортному предприятию, да. Да, ну плюс еще то, что очень рапортируют налево-направо, что этот Altum там будет сейчас помогать всем. Я тоже начал все это узнавать. Опять же, чтобы подать в Altum, нужно подготовить 150 бумаг разных, то есть мне нужно брать бухгалтера, то есть мне все… Ну то есть это все не настолько… Ну то есть хотелось бы, чтобы это было более проще. То есть сразу просто большинство компаний не квалифицируется сразу? В том-то и дело, многие не квалифицируются, многие просто нереально. То есть у меня такое чувство, что идет опять же поддержка больших компаний, которые в принципе и так не бедствуют. Качаем, да, да, или другие, да, в том-то и дело. А как бы у нас в основном-то, у нас же в Латвии держится на маленьких бизнесах, на семейных бизнесах, на ресторанчиках и так далее. Которые все закрыты. Которые, да, которым нужна реальная помощь, не просто на бумаге 4 миллиарда или сколько, а которым нужна реальная помощь. Вот этого я не чувствую, да, я не чувствую. Конечно, ситуация, если так смотреть, эпидемиологическая ситуация, да, у нас хорошо. Но я думаю, что здесь не нас, я не знаю, я не врач, не специалист, я не знаю, насколько это здесь говорят, что у министерства здравоохранения хорошо сработало или еще кто-то. Я думаю, что в нашем случае помогло то, что нас мало, население маленькое. Вот это самое главное. И люди, в принципе, по большей части дисциплинированные. Люди дисциплинированные, во-первых, во-вторых, нас мало. Потому что у меня есть друзья в Испании, в Италии, они говорят, у них там принято по вечерам встречаться, обниматься, целоваться и так далее. У нас просто нет этого. Даже кадры есть, да. Поэтому я думаю, что то, что нас мало в этом случае, как раз это нам спасло жизни и здоровье наше. Да, с точки зрения общественных отношений, в принципе, правительство довольно активно информирует о том, что оно делает. Может быть, выборы помогают им. Но, тем не менее, нельзя сказать, что есть вакуум информации. Нет, вакуум информации нельзя сказать. Очень оперативно. Это вообще очень хорошо. То, что после каждого заседания правительства я могу зайти либо в интернет, либо ЛТВ один включить, и в прямом трансляции показывают эти все пресс-конференции через Zoom, которые проходят. То есть, нет, информирование, да, действительно большое, да. И единственное, что иногда, не знаю, это проблема в бюрократии или в чем, то, что правительство немножко бежало впереди поезд, как бы в поезде, нежели все было на самом деле. То же самое и про пособие и так далее, когда сказали, что у вас есть пособие, у вас все есть. Я звоню в службу госдоходов, мне говорят, а мы ничего не знаем, позвоните через три дня, когда до нас это дойдет вообще. То есть, ну, немножко это было, да, но нет, информации было много, и она была везде. То есть, вот в этом смысле. Ну, постепенно, я так понимаю, все-таки границы будут открываться, да, и самолеты будут летать тогда, по крайней мере, и транспортная сфера заживет. Да, да, но сейчас границу открыли Латвия, Литва, Эстония. Возможно, какие-то уже есть там облегченные поездки в Польшу. С Литвы начинают уже, ну, и у нас Эрбалтик начал, с Литвы начинают тоже в Норвегию летать, в Германию летать. Но, да, понимаете, например, мы, как бы одно дело то, что самолеты начинают летать, но другое дело будут ли люди летать, потому что очень многие страны, скажем, та же Великобритания, Ирландия, у них правило 14 дней карантина. Ну, понятно, туристы не полетят на неделю в отпуск, чтобы две недели просидеть там, и потом две недели еще у нас просидеть, да. Поэтому вначале не будет такого потока, и даже не вначале, я думаю, и в этом году вообще. То есть люди будут многие бояться. Поэтому, да, поэтому я думаю, что многие самолеты будут, и транспортники будут просто пустые или полупустые ездить, потому что если народ не будет ездить, даже если граница будет открыта. Это точно. Генеральный секретарь партии «Прогрессивный ЛВ», прервемся буквально на короткий перерыв, потом вернется в студию, начнем принимать ваши звонки, 6212-939, не переключайтесь, и работает WhatsApp, можете оставлять свои комментарии. Мирослав Коевич на студии, добрый день. Генеральный секретарь «Прогрессивный ЛВ», вот мы в коротком перерыве тоже дискутировали. Действительно, такая вот парадоксальная ситуация, что государство стремится в первую очередь и очень щедро поддержать тех, которые вроде бы как большие компании и сами должны как-то выкрутиться. Да, мы понимаем, что самолеты не летают, пострадали такие крупные компании, например, как «Люханса», но вот когда ты при всем уважении к «Айрботик», люди слышат, что там 250 миллионов, еще 30 с чем-то миллионов, и тут пособие, там, кому-то, помнишь, перечислили в самом начале, 4 евро, это уже было похоже на издевательство, потом 50 евро, потом уже правительство само поняло, что перегнуло палку, ну ладно, так и быть 180. Можно подумать, что за 180 евро в месяц можно прожить. То есть, все-таки мне кажется, что вот до конца те, кто находятся у власти, не поняли вот смысл вот этой помощи, которая во всем мире, ну, по крайней мере, в цивилизованных странах оказывается. Это не попытка разобраться, кто заплатил налоги, не попытка обогатить кого-то, а это, в принципе, я так понимаю, просто помощь в кризис. В том-то и дело, что это не та ситуация, я поддерживаю борьбу с налогонеплательщиками, это все правильно, это все надо делать. Но не сейчас, когда просто 11 марта у меня все хорошо, и 12 марта мне государство говорит, мы закрываем границу, и ты не сможешь ездить, да, и все, и у меня как бы мои все бусики, и все, у меня все остановилось, я просто сижу, не понимаю, да, и тут начинают, значит, копаться, где кто что платил, где что не платил, начинают какие-то критерии придумывать, это все неправильно. Нужно понимать, в какой ситуации мы бы находились. Давайте поможем людям, а потом уже будем разбираться, кто там виноват, кто там не платил, что и так далее. То есть, это все неправильно изначально пошло. Конечно. Вот тоже такой, может быть, феномен, не знаю, задумывались ли ваши партии об этом, но если делать опросы, периодически они проводятся не по партиям, а вообще по каким-то воззрениям населения, то оказывается, что большинство как бы понимает и симпатизирует социал-демократическим вот этим принципам по понятной причине, поскольку у нас очень много людей с риском нищеты, как мы знаем по всем этим исследованиям, малоимущих, поэтому что пенсионеры, где там пенсия мизерная и так дальше можно перечислять вот эти все социальные проблемы, когда же дело доходит до голосования, неважно куда, там в СИИМ или в самоправлении, ну в Европарламе там больше за личности голосуют, но тем не менее. И мы видим, что вот эти социал-демократические идеи, ну они как-то, так сказать, не находят подтверждения, и люди голосуют за партии, я не люблю эти клише, но в принципе за партии такого крупного капитала, которая не скрывает, чей интерес они, собственно говоря, представляют. Да, наверное, знаете, здесь, наверное, нужно какие-то действительно исследования проводить политологам, как поменять вот это мышление, что ли, избирателя, потому что действительно у нас перед выборами начинает всплывать, во-первых, национальный вопрос каждый год, да, сколько можно, но он всплывает, да. Это языковой, национальный вопрос, да, вот это всплывает перед каждым выбором, русские там и так далее, иду, голосуйте за нас, мы спасем, вот, вот это всегда. Поэтому очень многие, наверное, люди думают, ладно, у меня там будет маленькая пенсия, но зато я пойду проголосую за вот эту партию, которая спасет меня там от Путина, да, грубо говоря. Вот, это один, да, один такой аспект. И второй аспект – это популистический. У нас очень много, каждый раз как бы на прошлые выборы в Сейм ниоткуда, откуда не возьмись, появился КПВ ЛВ, да, которая просто там и обещала, значит, и пособие и так далее, очень все популистически, да, они очень по загранице ездили, то есть в Англии встречались с латышами, живущими там в Ирландии, обещали, значит, обещали горы, и мы видим, где сейчас КПВ ЛВ, нигде, да. Также сейчас появляется Гобземс там со своим каким-то очередным проектом, да, то есть я думаю, что у него будет популярность этого проекта, потому что люди не учатся на ошибках, но посмотрите в прошлом, что было, ну посмотрите, что было, как бы, ну учитесь на ошибках, действительно, идите, как бы, идя на выбор, все-таки подумайте немножко о будущем, а не то, что вот я хочу сделать плохо своему русскому соседу там или еще что-то. Ну, конечно, я думаю, что не знаю, сколько, 80-90% людей не читают программы, они только слышат что-то, по телевизору, по радио послушают, что люди там говорят, да, там красивая личика красиво говорит, да, и все, и пройду проголосую, как многие бабушки говорят, да, мне Нилушка нравится, вот я пойду за ним голосовать, все, да, а как я потом буду жить, не знаю, но вот. Да, вот интересно, конечно, я это, конечно, с выборами не связан, но это такой вот интересный момент, сегодня пришла как раз новость, мы успели тоже до эфира буквально пару слов перекинуться о том, что вот Совет, Национальный Совет по электронным СМИ принял решение, видимо, сам, если ни с кем не посоветовавшись, что с 1 января их давняя мечта сбудется, ну, по крайней мере, части вот этого Совета и русского вещания, ну, фактически речь идет о новостях, о ежедневных русских новостях на ЛТВ-7, на общественном телевидении, больше не будет, они перейдут в какую-то интернет-платформу, видимо, пенсионеры как раз и ждут, что все это перешло в смартфон, они ведь все пенсионеры, как мы знаем, пользуются смартфоном, я как бы так иронизирую, но, в принципе, такое иногда создается ощущение, как будто те, кто вот такие вот идеи генерируют, они вроде не на нашей грешной земле живут, они вот приехали и сказали, так, что-то тут не то, так, всех перевести в интернет, это закрыть, новости не надо, ну, вот, что это, поскольку я помню, что вы тоже работали на ЛТВ-7, ну, потом в Панораме, но тем не менее. На ЛТВ-7, да, 7 лет проработал именно в русских новостях, потом я остался вести передачу там, то есть такой, немножко даже личный, да, в этом случае вопрос, именно вот я к этому подхожу лично. Давно ли сходили такие идеи, да? Эти идеи сходили давно, потому что очень давно еще были такие, как бы такая мысль, такая идея, мечта, что ли, сделать ЛТВ-7 чисто спортивным каналом, то есть только хоккей транслировать, олимпиады, футболы и так далее, да, ну, вот русские новости тут им мешают, где-то вот они тут есть, да, вот они мешают. Вот идея была давно, я не знаю, сейчас ли именно из-за этого это происходит или нет, но я это вижу как вопрос, такой даже вопрос государственной безопасности, потому что у нас, опять же, те же многие националистически настроенные партии говорят, что очень сильная пропаганда России, что у нас там вот есть определенное население людей, которые смотрят российские каналы. Хорошо, что мы делаем, чтобы они не смотрели? Мы закрываем единственные новости на русском языке у нас. Логично, да. Логично, как бы, да. Где в том-то и дело. То есть даже если там три бабушки смотрели эти новости, то сейчас эти три бабушки, мы просто им говорим, смотрите Путина, слушайте, пожалуйста, вот, переключайтесь на первых блатистических каналов, слушайте его. А мало, пожалуйста, вот вам РТР, мало НТВ, что там еще? Много каналов. В том-то и дело, то есть у нас это доступно, свободно эти каналы в кабельных телевидениях. То есть вообще получается, что конкуренции по новостям даже нету, да? В том-то и дело, что, да, что остается латвийское радио 4, да, вот, вы остаетесь, то есть кто на русском что-то вещает, да, а телевидение у нас на русском языке, где говорят о местных новостях, где преподносят местные новости, у нас этого не будет. Ну не будет бабушка в Apple сидеть себе в айфоне и смотреть новости, да. Еще, мне кажется, часть политического спектра, вот эти политики, вот мне кажется, что они склонны, не только может быть там к правым националистам относятся, но ко многим политикам они склонны игнорировать реальность, да. Вот есть русскоязычное население, там их почти 40%, да, есть среди них представители разных национальностей, все это понятно, да. Но очевидно, что в основном они говорят на русском языке. Молодежная, это латышский вся, без вопросов, да, но в принципе, если мы говорим о языке семьи, это русский язык, при всем уважении ко всем другим языкам нацменьшинств. И такое ощущение, что часть политиков вот как бы закрывает глаза и говорит, нет, я не хочу этого признавать, я хочу, чтобы была другая реальность, чтобы я завтра проснулся, все смотрят новости только на латышском языке, все говорят только на латышском языке и все учатся только на латышском языке, в том числе в частных, как это ни странно, детских садах, школах, музыках, потому что я так хочу. И самое парадоксальное, что вот эта реальность, вот эту вот как бы фантазию, они действительно пытаются вот в этот реальный мир привнести. Не знаю, чем это в результате, к чему это приведет, но нет такого ощущения. Есть такое ощущение, и это тоже столкнулся и вот сейчас внутри партии, когда мы стали делать какие-то подкасты на русском, мы стали информацию на русском писать в интернете, и нам тоже начали говорить, ну здесь же Латвия, ну здесь же Латвия, ну то есть как бы хорошо, но опять же вот это немножко люди не в реальной жизни живут. Если ну как бы есть люди, да, люди понимают латышский язык, люди говорят, да, латышский государственный, но если, ну они не будут просто смотреть и читать на латышском языке, все, они переключатся. Если мы не преднанесем информацию на русском языке, это не значит, что мы против государственного языка или мы против латышского языка. Реальность такова, что человек просто, у кого родной язык такой, даже зная в идеале латышский, но он просто переключится куда-то в другое место. Вот и все. Нет этой реальности в том-то дело. Это раз, мне все кажется, что кроме языка есть еще такое уважение к значительной части населения, кстати, к налогоплательщикам. Речь не идет о том, что сейчас госуправление должно отказаться от госязыка или начинать принимать все документы не на гос. Об этом же речь не идет. Но если есть возможность части населения что-то рассказать на их родном языке, это, по-моему, делают большинство стран Европейского Союза, где есть такое реальное, де-факто, многоязычие. В том-то и дело. Это был бы какой-то тоже первый шаг, скажем, со стороны латышкоязычного населения. И тогда бы и больше, может быть, русские язычные начали бы общаться на латышском, использовать латышский. Это была бы взаимная интеграция. Чем больше запрещают русский язык, тем больше ненависть будет к государственному языку людей. Но это надо понимать. Если вы хотите, чтобы полюбили государственный язык, идите тоже навстречу. Но вот с вариантами, со школами, с садиками здесь могут все-все-все запретить. Но если телевидение запретят на русском, так у нас есть куда переключиться, правильно? У нас есть альтернатива. Не у нас, но у русскоязычных. То есть, есть всегда альтернатива. Поэтому, да, действительно, что у нас очень многие люди не в реальности живут. Они живут не в реальности. Да, это, к сожалению, печально, потому что давно были такие смелые идеи. После Крыма у нас обычно, когда происходит какое-то очень грандиозное событие, то какие-то такие революционные идеи звучат. О, да, это действительно серьезно. Чтобы у нас не появились зеленые человечки, часть политиков начала носиться с идеей. Сделаем круглосуточный канал на русском языке. Сейчас даже 15 минут в новостях хотят закрыть. Там уже говорили о канале, о миллионным бюджетах. Ну, как обычно, это все кануло в лету. Да, лет 5-6 назад еще говорили о всеобщей Балтийской каналах. То есть, Латвия, Литва, Эстония. Эстонцы, кстати, сделали в итоге. Да, эстонцы сделали, как всегда. А мы должны сделать общий канал, где на русском языке будут местные новости рассказывать, где будут рассказывать, что в мире происходит с нашей точки зрения. Ну, вот, да, да. И в результате это привело к тому, что привело, что мы остались вообще без русскоязычного канала. Я не знаю, как бы еще время есть, но до Нового года, да, что там изменится. Ну, посмотрим. Да, посмотрим. Что касается вообще, если мы говорим о такой вот наборе политиков или о политическом процессе. Вот одно время мне казалось, что вот началась такая, может быть, неизбежная тенденция из-за того, что у нас партии в регистре там 70 можно найти, ну, 60 чем-то, да. Там есть, конечно, совсем региональные, локальные. Мы нашему Тукумсу, мы нашей Цесису и так далее. Мы нашему хутору, да, название. Мы нашему хутору, да, так сказать, за Латвию, за наш хутор, это все понятно. Там были даже анекдотические названия, но это же другой вопрос. Да, но потом начали такие тенденции, ну, весьма, видимо, сэкономерные консолидации. Вот бизнес консолидировался, видимо, партии начали создавать объединения. Родственные силы все-таки пытались объединиться, по крайней мере, на таком государственном уровне, да. И уже вместо партии было там 3-4-5 объединений, которые в парламент шли весьма, кстати, успешно. Сейчас у меня такое ощущение, что как-то идет за редким исключением какой-то обратный процесс, да. Все как-то дробятся, партий очень много. Вот что касается прогрессивных, когда она создавалась, я знаю, что вы пришли чуточку позже, когда партия уже со второй волны, я бы сказал, да. Да, наверное, да. Вот нет такого ощущения, что рано или поздно вам придется все-таки объединяться, потому что ведь кроме всего прочего, что очень много партий, что люди не понимают зачем, но еще идет, такое слово не хочется употреблять, такое растаскивание электоратой, так можно сказать, потому что люди уже тоже теряются, и вот и эти, и эти мне симпатичные, там, не знаю, и 3 левых партии, и 10 правых, и кто-то еще по центру, кто-то сбоку и так далее. Ну, знаете, у нас, наверное, такая ниша социал-демократическая и зеленая, которой, в принципе, в Латвии нет. Ну, Саска нет, согласие пытается себя заявить, что они социал-демократы, но там еще можно поспорить в этом, они социал-демократы или нет. То же самое партия Заля-Заля партия, да, зеленая партия, которая тоже не совсем она зеленая, да, там уже блесклая такая. Вообще, мне кажется, даже тяжело найти в Европе премьеры, где зеленые объединились с крестьянами. Да. Фактически с производственниками. Это, по-моему, антиподы, как мне казалось, пока они до сих пор. Да, 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 ну, причем, да, причем они существовали, и у нас и премьеры были от них, и все, то есть, все. Вот, поэтому вот такая вот ниша, я соглашусь, что в либеральном кругу, в национальном, да, вот более консервативном, да, спектре, наверное, вот там бы неплохо бы объединиться. Вот там действительно большой выбор партии, да, хочу за кого голосую, за кого хочешь за того голосую, да. Там действительно большой, может быть, нам нужно объединиться все-таки больше по каким-то таким вот направлениям, что тут есть консервативная, там одна большая партия, есть социалодемократическая. Поэтому, что касается прогрессивных, мы занимаем вот эту вот нишу, которую мы пока нету другим, даже не с кем, по сути, объединяться, то есть, поэтому, поэтому вот так, поэтому мы будем надеяться, что мы будем расти, и, может быть, если кто-то хочет, к нам приходит и под нашим названием идет. А вот, что касается, я знаю, что у вас есть люди действительно разных национальностей, вот тяжело тоже стереотипы вашей партии, или все-таки вам удалось как-то вот от этого белого и черного вот в таких межнациональных отношениях как-то вот избавиться? У нас партия действительно очень разнообразная, не только по национальностям, по социальным каким-то статусам, по ориентации, по вот любви к зеленому либо красному, то есть, действительно, партия у нас очень много и девушек, и женщин, которые феминистки, которые за права женщин, у нас это очень, да, у нас очень сильно вот эта вот линия идет, вот, и мы уважаем друг друга, то есть, самое главное, наверное, то, что вот нас всех объединяет, это уважение друг друга, и, то есть, и неважно, кто ты там, русский, латыш, поляк, мы уважаем тебя, потому что у нас есть общие цели, это социал-демократические цели, это зеленые цели, это, ну, это вот социальное состояние людей, благосостояние людей, вот это наша главная задача, поэтому все остальное, это уже как бы на второй план отходит, но мы уважаем друг друга, да, поэтому, наверное, в этом, наверное, наша и сила, то, что мы настолько все разные, и вот это нас объединяет. А нет такой опасности, что вот какие-то ваши идеи, ну, они, скажем так, ну, противоречат, я понимаю, что все меняется, но противоречат каким-то вот традициям Латвии, вот сейчас время от времени вспыхивает дискуссии, сейчас, видимо, пойдет вторая волна этой дискуссии, которая инициирует после, вот, Мана Балса Вепоса сбора подписей от Истеба Пар о регистрации вот этих гражданских отношений, ну, по-разному называется закон, там, по-русски закон о сожительстве, там, кто-то начинает говорить о том, что это попытка легализовать или создать институт параллельнее однополых браков, вот, что прогрессивные по этому поводу думают? Ну, тут, наверное, вопрос, что такое традиция, да, то есть, это, наверное, начнем с того, что у каждого свои традиции, в моей семье одна в традиции, в другой семье другие традиции, поэтому, как бы, мы не можем сказать, что вот в Латвии традиционно вот это или традиционно вот это, да, поэтому, что касается вот этого закона, то это основа тоже и прав людей, и прав человека, это же не только к однополым бракам относится, это относится много к кому, и мне кажется, что вот это вот понятие у нас уже намного стерлось, уже сколько раз говорили о том, что у нас есть, скажем, муж уехал работать в Ирландию, мама осталась там с бабушкой, да, это что, как вот такую семью считать? однополое или кто или это, да, или даже очень много разнополых семей, которые живут вместе, не заключая браки, да, то есть тоже они должны как-то юридически, они должны как-то защищаться, поэтому я думаю, что здесь даже больше вопрос не традиции, а здесь больше вопрос именно защиты прав, и наша партия, безусловно, это поддерживает, потому что это, опять же, защита прав самая-самая-самая-самая такая, как сказать, самая основная, и сейчас вот эта вот вся ситуация с ковидом, это особое, я думаю, что показало, потому что есть такие случаи, наверное, когда человек попадает в больницу, и к нему хочет прийти человек, с которым он живет, а ему говорят, извините, а мы вас не пустим, вы кто, да, вы кто, где, где, вы расписаны, вы все, до свидания, да, мы вас не пускаем, то есть, или когда встает вопрос, скажем, о, после смерти, скажем, да, что делать, о завещании, да, да, о завещании тоже, да, тоже как бы, да, здесь же, опять же, вот этот закон, он мог бы как-то это регулировать, поэтому это очень важный закон, который необходимо принять, наконец-то, в Латвии, чтобы были, здесь не идет вопрос, да, об институте семьи, здесь идет вопрос о защите прав людей. – Всегда тяжело делать, наверное, прогнозы, но, тем не менее, спрошу, вот многие политологи и политики уже так прогнозируют очень сложный процесс создания коалиции в Рижской Думе, поскольку, ну, очень, мы видим, раздробленная ситуация, видимо, избиратели растерялись, вообще непонятно, какая будет явка, когда людям еще в мае говорят о том, что в конце августа вам всем надо будет приходить там обязательно или шарфом завязываться, как в общественный транспорт, или в этих гигиенических повязках, в респираторах, там, в перчатках и так далее, то как бы многие не испугались и сказали, «Не, я как-нибудь лучше без респиратора и без выборов заодно». – Я еще читал, что кабинки будут без занавесок. – Без занавесок, и как-то к стене прислонятся. – К стене, да. – Да, люди будут между этой фанерной кабинкой как-то протискиваться. – Ручки с собой надо будет брать, авторучки, чтобы одни все не расписывались. – Да, чтобы не писали, поэтому… – Ну, то есть, такое ощущение, что создается такая вот ситуация дискомфорта. Говорят людям, ай, не идите. Вот это, по-моему, не очень верно. – Это не очень верно, и я очень надеюсь, что… Есть же еще вариант, что выборы перенесут, что, точнее, их переносить уже не могут. – Не могут. – То есть, фактически тогда в следующем году. – Их отменят, скажем, в следующем году, но это неправильно. Это получается, что у нас еще целый год Ригой будут управлять три человека, которых мы не выбирали, которых министры… – Вообще чиновники, в принципе, да. – В том-то идее, просто чиновники, которых назначили три министра разных. Это неправильно. У Риги должны быть выбраны жителями, выбраны народом представители. Да, ну, понятное дело, что я думаю, что если бы выборы прошли, когда должны были 25 апреля, сейчас пройдут 29 августа, результаты были бы другие. – Нет, это уже так. – Да, это, во-первых, другая была бы явка в апреле, и другие уже партии бы, может быть, набрали. Что касается коалиции, да, тяжело сказать, тяжело прогнозы. Мы идем, конечно, с таким лозунгом и с такой идеей, чтобы поменять все, что происходило в Риге, чтобы более прозрачно все это осталось. Поэтому, наверное, было бы важно, чтобы… Ну, в принципе, такой коалиции, которая сейчас в Риге существует, она уже и не будет, мы это понимаем, потому что они сами развалились, да, заскание и честь служить Риги, как бы уже идут отдельно, да. Поэтому, на самом деле, тяжело сказать. Мы видим, что на Ригу всегда очень влияет, конечно, то, что происходит в стране, а у страны есть своя коалиция, да, в правительстве, в Саиме там есть своя коалиция. Поэтому, как один из вариантов, это вот коалиция, как бы, которая в стране, она же проектируется в Рижскую Думу. Ну, будем видеть. Будем видеть, конечно, зависит все от того, сколько партий пройдут и какие партии пройдут, потому что есть не только, скажем, вот со стороны, есть еще же и партия Жданок также идет, да, то есть, куда они, скажем, пойдут ли они с Саскани, смогут ли они, да, они тоже русскоязычный электорат забирают. Поэтому, как бы, с ними ли кто-то захочет или, да, что будет с честь служить Риги, захотят ли они с Саскани, или, может быть, они уже от Саскани, как бы, говорят, это они плохие, они 10 лет тут воровали, а мы чистые, белые, пушистые. То есть, да, это все зависит, все будет интересно. Конечно же, будет исход, коалиция всего исход будет, это посмотрим, как проголосуют и кто будет займут эти первые места. Мирослав Коис у нас был на прямой связи, хотел сказать, раньше мы беседовали по скайпу, поэтому так вот привычно в прямом эфире генеральный секретарь партии прогрессивный ОВ, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.